Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу сделать обзор такого замечательного приложения видеоредактора, которое называется VivoCut. Оно доступно как для iOS, так и для Android. У меня Android, поэтому я его скачивала из приложения Google Play. Из достоинств этого приложения можно отметить большое количество функций, разных переходов, эффектов. Можно работать и с фото, и с видео. Можно делать монтаж из своих фотографий. делать слайд-шоу, либо работать со своими видеороликами. Приложение платное, но в нем есть много бесплатных функций. Из минусов можно отметить следующее, что в бесплатной версии можно монтировать ролики не более 5 минут. И в бесплатной версии на ваших роликах будет логотип этой программы VivoCut. К сожалению, его просто так удалить нельзя, как, например, в иншоте. Просто посмотреть рекламу и этот логотип удаляется. Здесь так не получится. В бесплатной версии тоже много полезных функций. Друзья, если вам интересна тема видеомонтажа или обработки фото на телефоне, то приглашаю вас подписаться на мой канал, где я регулярно выкладываю видео с обзорами разнообразных интересных приложений. Буду рада видеть вас на своем канале. Итак, у меня оно скачано. Я его могу открыть. Нас встречает первая страничка. Здесь вверху есть обучалка. Несколько обучающих роликов. Тут все интуитивно понятно. Можно посмотреть и изучить, как с ним работать. А в настройках здесь в принципе ничего особо полезного нет. Единственное, есть ссылка на инстаграм разработчиков. И в инстаграме есть тоже уроки по этому приложению. Для того, чтобы создать свой клип, нам нужно либо нажать на большую кнопочку «Создать клип». Во второй половине экрана здесь ролики, которые мы уже делали. И в самом низу есть еще кнопочка «Шаблоны». Очень интересная, кстати. Я скажу пару слов про шаблоны. Здесь можно взять готовый шаблон, накидать своих фотографий или видео и получить коротенький видеоролик. Единственное, что там нельзя самому редактировать, менять местами кадры, нельзя музыку поменять. Но если музыка вас, например, не устраивает, я так подозреваю, что здесь музыка с авторскими правами. То есть ее просто так нельзя. Выложить в соцсети. Но если музыка вас не устраивает, можно зайти в тот же иншот и там убрать эту музыку, а наложить свою музыку. Вот такой есть выход. Вернемся во вкладку «Редактировать». Итак, создадим свой клип. Нажимаем на главную кнопку. Сразу у нас открывается видео из нашей галереи. Можно выбрать изображение и сделать слайд-шоу из изображения. Я сейчас выберу несколько фотографий и выберу видео. Например, вот такое видео. Нет, это я не хочу брать. Вот такое видео и вот такое. Нажимаем следующий, кнопка следующий. И вот наши все выбранные кадры и видео выстроились вот в такую ленту. И причем программа самостоятельно наложила переходы между кадрами на свое усмотрение. Мы их можем потом поменять при желании. Первым делом, что нам стоит сделать, это определиться, какой мы хотим формат. Горизонтальный, вертикальный или квадратный. Для этого мы идем во вкладку «Пропорция» и выбираем. Например, это будем делать видео для сториз в Instagram. Выбираем 9х16, как в TikTok. И теперь, когда мы выбираем конкретный кадр, мы выбрали сейчас фотографию, у нас есть возможность либо пальцами растянуть ее, либо есть кнопочка «Трансформировать» и «Растянуть». И она автоматически растягивается на всю высоту, и мы можем только ее подвигать, выставить, как нам больше нравится. Переходим к следующему кадру. Также заходим в трансформации «Растянуть». И так тоже выставляем, как мы хотим, чтобы она отображалась. и так проходимся по всем кадрам. Чтобы легче было попадать пальцами, мы просто раздвинем нашу шкалу. Как видите, она стала длиннее, и теперь мы легко попадаем в наши кадры. Растянуть, подвигать немножко. Следующий кадр. Здесь тоже заполнить. На видеодорожках у нас немножко другая шкала, но здесь тоже есть вкладка «Трансформировать», «Растянуть» и можем выбрать наш кадр. Вот так. И я хочу сократить, он сильно длинный. Хочу его сделать на 3,5 секунды, допустим. И следующий кадр у меня тоже очень длинный. Я его тоже сокращу. Пусть будет 3,6. И чтобы поменять местами, нажимаем и удерживаем, и перетягиваем куда хотим. Вот наша вся лента. Нажимая на переход, на значок перехода, мы можем выбирать переходы. Здесь обозначены платные и бесплатные. Длительность перехода тоже можно регулировать. Вот, например, такой переход. Завершить. Так можем посмотреть все переходы. Наверху есть панелька инструментов. Здесь можно их выбирать по тематикам. Вот, например, такой переход. Следующий. Здесь почему-то все платные. Поворачивать. Например, так. Очень красиво. Еще переход. Тоже красивый переход. И здесь. Здесь все платные. А здесь как будто бы краской. Тоже красиво. Но мы последний кадр не растянули. Так, заходим в него. Трансформация растянуть. Вот так. Итого у нас получилось видео на 14 секунд. Которое можно использовать в своих сториз. Здесь у нас в одном видеоклипе есть звук. Мы заходим. Есть вкладочка «Обеззвучить». И все. И звук этого видео отключился. Итак, давайте разберем все функции по порядку. У нас внизу есть панелька инструментов. Редактировать. Здесь мы только что были. Калаш. Очень интересная функция. Она позволяет добавлять видео на видео. Давайте возьмем какое-то видео. Вот оно подгружается. Либо видео на фото. Как видите, вот что у нас получилось на фото. Мы поставили видео. Также можно видео на видео либо фото на видео. Вот таким образом ставить. Сократить его длину. Мы просто ползунком тянем. И выставляем ту длину, которая нам нужна. Либо просто удаляем его. Далее. Следующая вкладка. Это «Разнообразные эффекты». Здесь есть разные эффекты. Платные и бесплатные. Но мы выбираем бесплатные, которые без всяких обозначений. Эффекты движения, которые можно накладывать на свои ролики. Например, вот так вот. зажимаем и удерживаем. Видео проигрывается. Палец мы отпускаем. Эффект перестает применяться. И смотрим, что получилось. Видите? Из нашего фото мы сделали такую пульсирующую фотографию. Чтобы удалить, просто его выделяем, нажимаем на корзиночку. И здесь много эффектов. Вверху есть еще дополнительная панелька, тоже разбита по категориям. Очень много платных, но также есть и бесплатные. Вкладка музыка. Можем добавлять музыку. Здесь есть библиотека, но я бы не стала пользоваться этой библиотекой. Наверняка у этой музыки есть авторские права. Смотря где вы собираетесь выкладывать это видео. Если в YouTube, то, наверное, нежелательно. Уже загружено это отсюда, из этой же библиотеки. Вот если мы нажмем кнопочку и загрузим. И моя музыка это музыка со своего телефона. То, что у нас в телефоне. Таким образом можем добавлять музыку. Следующая вкладка это текст. Посмотрим, что мы здесь можем делать. Введем свой текст. Для текста у нас появились свои инструменты. Например, изменить это, изменить сам текст. Шрифт. Здесь мы можем выбрать начертание шрифта. Но, к сожалению, не все шрифты применяются к кириллическим шрифтам, как вы видите. Но кое-что можно выбрать. Пускай будет такой. Цвет текста мы также можем менять. Обводку можем добавить нашему тексту. Тень, чтобы он лучше выделялся. Здесь регулировка такая. Очень резкая тень. прозрачность. Прозрачность самого текста. Тень уберем. Дубль. Это просто еще один текст мы добавили. Например, мы хотим написать еще другой текст, но чтобы он был точно в таком же стиле. Чтобы нам заново не вводить все стили, можем написать здесь другой текст. Следующая вкладочка стикеры. и здесь выбор у нас либо просто стикеры, либо гифки. Зайдем в стикеры. Как видите, здесь вверху есть панелька разбита по категориям. Давайте попробуем какой-нибудь стикер добавить. Вот он. Нажмем завершить и смотрим, как он выглядит. Вот такой движущийся стикер. Так, мы его удаляем и вернемся во вкладку стикеры. Посмотрим, тут очень-очень большое разнообразие. Вот есть вкладка стикеры социальных сетей, что очень удобно. Вот даже есть подписка на YouTube. Кнопочки разные, лайки. Ну, и здесь тоже много разных стикеров. И заглянем во вкладочку гифки. Здесь тоже есть вверху категории. Вначале идут гифки такие картиночки. Опять стикеры. Это уже такие картинки с прозрачным фоном. В общем, я вижу, что здесь очень много есть чего выбрать. Текст. Ну, тут все по-английски. Стандартные тексты типа Happy Birthday или что-нибудь в этом духе. Эмочи. Эмочи здесь, видите, движущиеся. Очень прикольные. В общем, хорошая вкладочка стикеры. Следующая вкладка на панели инструментов SoundFX. Заходим. Это звуковые эффекты. И здесь их довольно много. Вот такие смешные эффекты. И, как видите, здесь тоже есть раздел по категориям. И их здесь очень-очень много. Я думаю, что таких эффектов не в каждой программе можно найти. Следующая вкладка пропорции мы здесь уже были. И еще одна вкладка фон. Она просто добавляет нам рамочку. Она не добавляется к моему видео, потому что у меня вся картинка растянута. Как вы помните, в самом начале мы выбрали формат 9х16. Если бы наша картинка отличалась от этого размера, то пустые поля были бы заполнены вот этим цветом, который мы выбрали. А вкладочка размытие она бы делала размытый задний фон из этой же картинки. Вот так это работает. Вкладка разделить здесь все очень просто. Она разделяет наше фото или видео. Например, мы разделили. И теперь если мы нажмем на этот значок разделения, мы здесь посередине можем добавить какой-то эффект перехода. И что тогда получится? Наша фотография по серединке разрезана и туда добавлен переход. Вот так можно этим пользоваться. Дубль это просто скопировать нашу фотографию. Я сейчас разрезанное верну обратно. Дублирует нам нашу фотографию или видео. Итак, друзья, мы рассмотрели практически все вкладочки, которые здесь есть внизу, но это далеко не все и сейчас начинается самое интересное. Смотрите, если мы нажимаем на наш кадр, мы попадаем в еще одно дополнительное меню. Что здесь есть интересного? Здесь есть возможность накладывать мультипликатор. Это мы добавляем дополнительное движение. Сейчас рассмотрим, как это работает. Разделить это просто разделить. Фильтры. Вот здесь есть огромное количество фильтров, которые мы можем накладывать на нашу фотографию, которые в свою очередь тоже разделены по категориям. Пока что оставим без фильтров. Коррекция. Вот здесь есть подробная коррекция. Яркость, насыщенность, температура, оттенок. Все это можно отрегулировать отдельно для каждой фотографии. А если нажать на двойную галочку сбоку, то эти настройки сохранятся для всех видео и фото, которые у нас выбраны на панельке. Вот здесь есть кривая, но это для профессионалов. Тут можно очень четко отрегулировать цветокоррекцию. Я не буду показывать, потому что я сама не очень разбираюсь. И давайте подробнее рассмотрим вкладочку, которая обозначена ромбиком. какое дополнительное движение мы можем добавлять к нашим кадрам. Я предварительно растяну немножко наш кадр, чтобы было удобнее пользоваться этой функцией. Итак, мы вначале поставим этот ромбик. Вот он появился. Нажмем сюда. Здесь есть еще три вкладки местоположение, вращать и увеличить. Смотрим, как это работает. Двигаем наш кадр. На самом кадре, как вы видите, у нас появился кружочек. Если я этот кружочек буду вот так двигать, вы видите, что за ним двигается наша фотография. То есть мы ему придаем вот такое движение. Посмотрим, что получилось. Вот, наша фотография теперь двигается. Так можно сделать с каждой фотографией на нашем видеоролике, в том числе и с видео. Но тут есть еще дополнительная функция вращать. Здесь есть шкала. Как видите, наша фотография вращается. Давайте зададим ей легкое вращение и увеличить либо отдаление фотографии, либо приближение. Вот, сделаем ей еще такое приближение. И посмотрим, что получилось в результате. Наша фотография двигается, при этом еще и вращается и слегка увеличивается. Вот, видите, как интересно можно оживлять наши фотографии. и такие функции есть далеко не в каждом редакторе. Так что здесь большой плюс для VivoCAD. И посмотрим еще, что у нас есть с видео. Возьмем наш видеофайл, тоже его растянем для удобства использования. Тоже видим, что есть мультипликатор. Это все то же самое можем наше видео подвигать. И у нас есть дополнительные функции. Звук мы уже с вами пользовались. Мы обеззвучили наше видео в самом начале. Заместить это просто, если мы вместо этого видео хотим вставить другое видео из нашей галереи. Трансформацию мы уже пользовались. Скорость здесь мы можем либо ускорить наше видео аж до 4 раз, либо замедлить его. Развернуть интересная функция, но она подойдет, например, если у нас такое видео, где человек куда-то идет или куда-то прыгает и мы развернем это видео, у нас получится видео наоборот. И также интересная функция стоп-кадр, тот же прыжок на видео, например, мы поставим в момент прыжка этот стоп-кадр, программа в этом месте разрежет наше видео, сделает стоп-кадр и потом видео продолжится, тоже очень полезная функция. Дальше идут вкладки дубль и удалить, с ними все понятно, я думаю. Ну, теперь можно сказать, что мы сделали полный обзор нашей программы. Друзья, если видео вам понравилось, буду рада вашим лайкам и комментариям и приглашаю вас еще раз подписаться на мой канал. субтитры и субтитры субтитры субтитры